В Тури на улице Брагина завершены раскопки на месте Затьматского посада. Среди находок археологов самые разные артефакты. Нательные кресты, кольца, посуда. Наша съемочная группа разглядывала находки из прошлого. Раскопки проводились по адресу улицы Брагина, 4, где в прошлом году снесли старинный дом. На месте исследовано подполье здания 16 века, погибшего при пожаре. Среди находок фрагменты коричневого кувшина, синего стеклянного кубка, штофов, в том числе расписного, витражного и оконного стекла. Почти все артефакты имеют зарубежное происхождение. Это может говорить как о статусе хозяина, так о его занятиях. Наличие импортных предметов может говорить не только о том, что это какой-то необыкновенно богатый человек, но это мог быть купец, то есть это мог быть товар. Тем более, что место располагалось вблизи моста тьмацкого товара. Вполне могли по этой дороге, часть которой мы открыли, подниматься наверх. Также археологи обнаружили столовую посуду, а кроме того белокаменную резную деталь, неизвестную для Руси этого времени. Было сделано предположение, что в деревянном доме такой декор мог использоваться только для печи. Обнаружены также нательные кресты, ременная пряжка, перстни. На одном из них изображен традиционный сюжет для тверских монет и штампов – хищный зверь. Археологи предполагают, что, скорее всего, это лев. Мастера, которые переоформляли матрицы для печати или литейные формы, в конечном итоге стали изображать непонятное животное, а похоже, как бы, нечто среднее между каким-то кошачьим и змеином. Роскоп преподнёс и некоторые неожиданности. Здесь располагалось позднесредневековое кладбище при церкви Алексии, Человека Божия. И благодаря проведённым работам удалось выяснить, что своей формой оно было не прямоугольным, как раньше думали учёные, а скорее трапециевидным. Субтитры создавал DimaTorzok